Ребятки, всем привет! Сейчас разберем коротенько два матча КХЛ, вон завтра, и потом сделаем работу над ошибками, объясню, что зашло, что не зашло. Значит, Амур Динамоминск. Здесь ситуация следующая. Здесь Амур долго отдыхал, последнюю игру сыграл 1 ноября. Минск героически обыграл Сибирь, фантастически, 6-0. На этот матч у меня ставило обе команды полтора больше, естественно, что Сибирь ни одного гола не забила, при том, что... Ну, там очень странный матч был, мягко говоря. Минск забил 3 гола за 54 секунды. Договорник стопроцентный. Сибирь играет с Авангардом и должна победить. Это следующий матч, который буду разбирать. Соответственно, Минск летит сейчас на Дальний Восток, и там не выиграет. Не выиграет. И коэффициенты такие. На Амур дают 2,40. 2,40. И смотрите, как они играют в Хабаровске. 4,3 последняя. 3,3. 2,2. 1,0. 4,2. Из пяти последних Минск не выиграл ни одной. То есть, как минимум, двойной шанс на Амур. Давайте посмотрим таблицу еще на всякий случай. И Минск идет в шестерке. У них все хорошо. В шестерке в западной конференции. А вот Амур, чтобы попасть в восьмерку, ему нужно 4 очка. Он отстает от торпеды Нижненовгорода на 4 очка. Поэтому Амур, если он сейчас выиграет, то как бы все хорошо у него. Поэтому я думаю, что Амур здесь выиграет. Или, по крайней мере, не проиграет. И, скорее всего, так как это белорусы, их нужно подсластить пилюлю, умастить их. Возможно, какая-то ничья в основное время, чтобы проиграли все те, кто поставил на чистую победу в основное время Амура. Сыграть ничью и потом докатать до окончательной победы в овертайме. Потому что смотрите, как они играют. Они из пяти матчей. 4,3. 3,3. 2,2. 1. То есть в одну шайбу 4,2. Больше, чем две шайбы, Минскам не проигрывали. То есть, возможно, какая-то борьба. Даже несмотря на то, что Минск 6 голов. Еще против Минска что говорит? Минск длинный перелет. Это минус. Раз. Допустим, Минск забивает в среднем 3 шайбы. Вот длинный перелет, это минус 1 шайба. Потом Минск забил 6 голов Северстали. Кому там, все время путаю их. Минус еще 1 шайба. Сибири. То есть, я думаю, максимум 2 гола Минск забьет. Ну, Минск такая противная команда. Беловск, политика, политика. Вот Минск забивает. Торпеда 3. Локомотиву 1 в гостях. ЦСКА 1. Динамио Москве 2. Сибири почему-то 6. Ну, ясно, что договорня. Почему они должны Минску так много забивать? Не должны. Не Минску, а Амуру. Поэтому смотрите. Вот Амур, например. 2,40. Победа Амура. Давайте просто заиграем двойной шанс на Амур. Нас Амур редко подводит. Команда читаем. Начало в 12.00. Записываю пол второго ночи. Всех поздравляю, кто был на меня подписан. И подпишитесь, пожалуйста, на параллельный канал. У меня сейчас возобновился спустя 8 месяцев. Возродился мой канал. Все знают мою теорию 9 месяцев. Но дело в том, что срок беременности у женщин бывает 8 месяцев, бывает 10. Именно в основу моей теории и легла вот эта закономерность. Так вот, мой канал закрыли 11 марта. И спустя 8 месяцев, 9 ноября, он почему-то возродился. Я сегодня с удивлением обнаружил, что 4000 подписчиков живы. Браво. Ребят, большая просьба перейти по ссылке. Я там потом размещу. И подписаться на тот канал. Итак, Сибирь-Авангард следующий. Вчера, завтра только два матча. Сибирь-Авангард. Значит, тут подоплека. Подоплека, ребята. И подоплека очень серьезная. И заключается она в следующем. Все думают, что Сибирь, так как она проиграла 6-0, она проиграет Авангарду. Я думаю, что не тут-то было. Я думаю, что это все сделано специально для того, чтобы ввести в заблуждение тех, кто делает ставки. Но против Сибири говорит то, что она играла на один день позже. То есть 11 ноября. Авангард играл 10-го. Играл дома в Омске. Ну, я не знаю, где они базируются. В Балашке или где. Играл в Сочи. То есть они на один день больше отдыхали. Ну, смотрите. Ну, когда команда выиграла, то следующую, скорее всего, может проиграть. И наоборот, Сибирь проиграла, а следующую, скорее всего, выиграет. Или не проиграет. Скорее всего, здесь будет какая-то ничья. Я так подозреваю, что они, скорее всего, тоже скатают какую-то ничейку. И Сибирь потом выиграет. Вот в чем дело. И КХЛ катает договорники. Мы это знаем. Ну, вот как они играют. Смотрите. 5-2 Сибирь. 3-0 Сибирь. 4-2 Сибирь. 1-1 Сибирь. И только один раз они проиграли в 2018 году 1-3. Вот из пяти этих матчей, которые зовут, 1-3 посередине. Ну, вот если посчитать, голы сколько забивает. Сибирь забивает. Значит, 9-13-14 в пяти матчах. В среднем три гола Сибирь забивает. 14, да. Авангард сколько забивает? Авангард забивает. 1-2-3-6-8. 14-8. То есть, преимущество на стороне Сибири. Вот поэтому отсюда и пляшем. Сибирь не проиграет. Моя ставка. 3-30. Можно заиграть более экстремально. Например, если все-таки Сибирь проиграет. Амур выиграет. То тогда берем так. 2 одинара. Амур победа. За 2-40. И Сибирь победа за 3-20. Одинарами. Если она заходит, у нас откат. Берем 2 одинара. А двойничок выглядит так. Амур. Не проиграет. Сибирь не проиграет. Вот, пожалуй, все. Теперь по поводу этих матчей, которые сегодня не зашли. смотрите и у меня был беглый обзор на кхл почему мне один человек написал делай короткие прогнозы но я сделал и что результат какой то есть я не копался не внедрялся не углублялся бегом бегом быстрее быстрее я показал сочи показал пойму моя цель была показать пальмы привлечь внимание к моему каналу и вы лишний раз убедитесь что если я не вникают в глубину до статистики то как бы прогнозы не о чем тем более так хел тем более как ему было четко сказано рига сочи не проигрывают не проигрывает это было железо 3 1 сочи все ребят выберите вот 5-6 матча до выберите вот по статистике вот сочи не проигрывает ну так возьмите сочи и поставьте туда все бабки вы значит ставите на все давайте просто я вам скажу сколько давали на сочи сегодня вот вот цска салават моя ставка была какая цска больше двух голов но 5 голов забили дальше что значит динамо северсталь там на искал победа динамо но после буллитов проиграли двойной шанс на динамо например витязь к 8-1 страны торпеда кульной думал кульной 2 забьет не забил не забил но сколько можно забивать вот нефтехимик борис 12 не помню по моему вот я говорил борис не проиграют играл борис не проиграют вот значит 1 2 ну так вот основу раз-два так локомотив так с натяжкой наверно нет локомотив я не угадал 34 ну вот туда понимаете вот смотрите как ставить мои прогнозы например мое мнение совпало с вашим мнением относительно какого-то нового матча моё и ваши совпали ставьте если не совпало мою с вашим не ставьте если вы думаете по-другому не ставьте но если вы думаете так же как и я ставьте почему потому что ну вот потому что вот и все значит трактор акбарс три с полной больше я сказал но 19 удалений в этом матче 19 и только два большинства со стороны так барс 9 удалений не реализовал 9 удалений не смог то есть от лишней шайбы третий период 0-0 вот этой шайбы не хватило матча было раз два три 4 5 6 7 8 ну я там не я же не все говорил там может быть из 64 зашло так ну теоретически ну ладно хрен с ним ну ладно сочи насколько давали на сочи так просто вот на победу сочи 260 ну и все понимаете железобетонцы сочи не проигрывает не проигрывает все остальное под вопросом теперь футбол в чем была сегодня ошибка беглый на ходу прогноз прогноз был о чем евро стыковые всегда я подчеркиваю ваше внимание акцентирую на чем надо знать регламент в этот как раз тот случай когда я регламент не знал я думал что первая игра например дома вторая в гостях нет нет оказалось что это один матч но я откуда знаю я не знаю тут не написано букмекер не пишет фонбет не пишет вообще ничего никто ничего чтобы вы проиграть свои деньги чтобы я дал неправильный прогноз вы поставили сегодня мне там кипиш группе вот поэтому это первая первая ошибка вторая вторая как бы не ошибка аспект на котором я хочу заставить ваше внимание и так во всех четырех парах во всех четырех парах играли бывшие соц страны грузия венгрия словакия и сербия и я всегда говорю ребят когда соц страны результат может быть любым грузия македония сказал что будет тотал меньше трех что счет будет 1 0 0 1 1 1 1 вот какой-то такой то и северная македония выиграл 0 1 выиграла венгрия исландия сказал венгрии не проиграет они прыгали 1 0 и в итоге они вырвали 21 потому что венгрии что признали это великая футбольная держава они были олимпийскими чемпионами по футболу они играли по моему финале чемпионата мира если не ошибаюсь брать не буду 52 года может может быть пятьдесят шестого в пятьдесят восьмом году был в пятьдесят четвертом чемпионат вот там ференц пушка и все дела венгрия родоначальник тотального футбола этим все сказано исландия то лыжники лыжники даже не бетлонисты просто лыжники просто значит они они в снежки играют в снежки они умеют играть они даже в хоккей не играют условно так северная ради словакия значит я говорил что скорее всего тот вам меньше здесь будет и словакия может преподнести сюрприз по-моему таки может 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 и она преподнесла при этом я предполагал что это будет только первым матч потом будет ответ и короче она в дополнительное время нахлопнул 21 и сербия я сказал что сербы победят шотландцев но они сыграли в ничью возьмите двойной шанс двойной шанс возьмите давайте подытожим грузия северным македония мой прогноз 100 3 меньше зашел венгрии исландии победа венгрии зашла северная ирландия словакия словакия не проиграет допустим да и тут он меньше помню так и сербия шотландии сербия не проиграет примерно так везде был в основном время total меньше трех венгрии 21 откат так что какие какие претензии ко мне никаких претензий ко мне теперь что касается значит кубка африканских стран вот говорю берите два с половиной меньше но это было вчера они сыграли сегодня были счета такие 1 0 2 0 2 1 0 0 4 1 2 0 2 ну короче пробили total два с половиной больше во многих матчах вот и все сегодня мы их не брали и вообще не рассматривали значит завтра мы помимо хоккея будут опять же вот играется африканский нигер эфиопия нигеря сиро-леоне малина миви марокко цар тут вниз танзания ну сейчас уже не могу ничего не буду разбирать просто и хотите залезть и посмотрите как они играют вот товарищеский матч бенгалатыш извините непал я просто говорю обзор 14 0 япония панама ну ясно что япония сильнее но панама это все-таки латиноамериканская школа довольно таки сильная да ну команда ни о чем нигде никогда не играла там не участвовала не было не участвовала не состояла коста-рика катар 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 20 00 япония 17 15 венгрия россия зато 22 00 21 год вот такие вот матчи завтра и значит по поводу баскетбола сегодня что зашло что не зашло тоже играли в лайве значит в первом матче с ска басконе на что обращаю ваше внимание вот первый матч вынесен для чего он вынесен для того чтобы все грузанули туда бабки бабки грузанули на цска этот матч разобрал в лаве искал что цска здесь наберет 80 чем-то очков и более то есть скорее всего на тотал больше в итоге восемьдесят девять восемь шесть это первое победа цска оценивается там в копейке рубль 29 там давали на них начинается первая 4 23 16 первая чска 2 цска 3 кто берет басконе в 3 берем меньше 40 берем сколько очков набрать 39 все сушняк зашел победа басконе зашла в четвертой четверти я всегда говорю проигравший команда будет отыгрывать скорее всего фору ну другая напрашивается я не говорю что обязательно напрашивается ставка напрашивается басконе отыгрывает пять очков 28 23 тотал набирать большой они так играют все цска победил потому что он как правило из 8 7 выиграл дома у басконе дальше олимпиакос альба вот целя говорю пропускайте первую вообще иногда вторую одновременно играет олимпиакос альба макаби жаль гриц и так олимпиакос альба первая четверть дома 10 22 2 4 что берем победу кого правильно олимпиакос выиграть 14 13 на последней секунде они выигрывают заход заход в 3 4 что берем сушняк берем берем 27 9 36 очков заход заход дальше этот матч закрываем но можно еще сын так альба проигрывает значит берем альба значит отыграет фору ну как вот басконе отыграет фору отыгрывает отыгрывает 24 27 как под копирку ребят как под копирку макаби жаль гирис всегда говорю вот жаль гирис очень странная команда во-первых бывшая со стороны какие-то матчи играют страны смотреть в чем дело олимпиакос альба альба она в конце таблицы им нужно догонять жаль гирис идет на первом месте ему ничего не надо он первый второй с реалом деле уже жаль гирис слил реалу значит валенсии баскетбольный вот и слил макаби они забрались наверх и они себя чувствуют комфортно и сейчас просто торгуют продают очки там не знаю что там они делают что-то в израиле в израиле там ни хрена нету я там был в израиле там ничто ничего там в это пустыня пустыня понимаете вот крым прекрасные кстати израиль должен был быть на территории крыма кто не знает ну а дали в итоге вот эту территорию сталин так решил сталин израиль это проект сталин чтобы узнали вот хорошо жаль гирис проиграть первую четверть 24 14 проиграть вторую четверть 29 9 то есть меньше 40 мечта в третьей четверти берем что мы всегда с 3 4 заигрываем что победу другой команды и тотал меньше 40 проверяем жаль гирис победа 21 19 40 очков все и в четвертой отыгрывает форум но 13 13 он по крайней мере не проиграл то есть а вот садер не проиграл последнюю четверть и значит такой матч барселона фенербахче барса играет дома фаворит выиграла все четыре четверти все этот матч мы не рассматриваем почему то что те все по заходили вот такая стратегия вот так мы в лаве играем все рассказываю никто так не расскажет как я баскетбол футбол хоккей я сегодня вам разобрал в группе сегодня два человека не вступили в группу вот одного я значит за плохое поведение выгнал он попросился назад я его простил потому что ну группа эта группа должна быть ребят дисциплина и там что-то заходит что-то не заходит вы поймете я не волшебник я сегодня ничего не ставил вот и когда я при если много матчей я как бы верно я прихожу в конторы я весь вечер играю суббота воскресенье все в остальные дни я предпочитаю заниматься другими делами вот поэтому вот такой значит у меня обзорчик сегодня надеюсь я читался про дел на работе всем желаю удачи играть аккуратно вступайте в группу если хотите вы развиться там вы поймите моя группа она не столько для зарабатывания денег а для обучая сколько для обучения я никому не обещал что вы станете миллионерами но я всем обещал что ребят все что я знаю я вам расскажу что людям многие люди мне благодарны из такие говорят что я подтянулся я там плюсом ул я вышел в минус или там в плю вернее в ноль там до вышел вот такие все подряд что я говорю не надо ставить потому что я тоже могу ошибаться вы поймите что три вида спорта футбол хоккей баскетбол ежедневно разбирать десятки матчей это невозможно невозможно не ошибиться и вы должны это понимать потому что разные алгоритмы применяются футболе в хоккей и баскетболе и переключаться с одного на второе и на третье это нужно иметь три полушария а у человека только два полушария не знаю может быть у меня три полушария вот но вы должны понимать что мои мысли это просто направление я говорю то что я думаю вот как я думаю я тоже могу ошибаться я тоже живой человек поймите правильно вы просто меня слушайте мотайте но что-то записывайте но еще раз тоже подумайте может быть я ошибаюсь чем-то тоже по кумикате ну как бы я даю направление шаблоны схемы я даю первое читать второе читать третье четверде по хоккейу я даю шаблоны по футболу шаблоны соц страна там балканская страна смотрим значит регламент и так далее не буду ролик затягивать но главное вы поняли что поспешно вот такие вот ролики я их удалил я честно я их удалил это был эксперимент половина мимо ну как половина по сути евро я в общем-то ну по большому счету я правильно сказал что словаки там и и венгры не проиграют вот грузины тотал меньше да напомню так далее вот но я удалил потому что короткие ролики смотрят быстрее много но заходы меньше мне уже заходы 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 вот под ним же качество качество количестве и большая значит у меня сегодня радость у меня вернули мой канал на ютюбе 4000 подписчиков и сейчас будем тот канал тянуть и этот просьба перейти по ссылке в описании на мой старый канал подписаться и плюсануть поставить лайк и там тоже будут я теперь каждое видео буду заливать и на том канале и на этом большое всем спасибо всех значит поздравляю даже не знаю с чем вот ну с хорошим настроением с хорошим днем с тем что мы живем в россии в самой лучшей прекрасной стране в самый замечательный это сто процентов ребят сто процентов у нас самая великое страна самая большая самая могучая у нас самая лучшая культура самая лучшая наука у нас все самое лучшее все у нас самое лучшее вот и не не мечтайте никаких америках это вот это все бред это все бред поехать посмотреть пожить позагорать выпить пиво там вино там турции египет все лучше россии нет ребят любите россию будьте патриотами покупайте русские продукты значит берите замуж только россиянок хотя они сложные бабы но любую бабу с ней может договориться с любовь с любой баба может договориться вот что хочу сказать покупайте русские продукты читайте разную литературу не только российскую до смотрите западные фильмы я могу вам сказать чем русский человек отличается в хорошем смысле от других мы всеядные культурно мы культурно всеядные русский человек жадный до чужой культуры русскому человеку интересно французское кино английская литература немецкая там философской философии итальянская опера русским все интересно могу сказать иностранцам ничего не интересно они ничего не знают вообще вообще ничего не знают не потому что они тупые так им государство все обрезать и ничего не дает им ничего не показывают а у нас извините бесплатное телевидение 150 каналов ты смотришь обсмотреться обсмотреться ребята обсмотреться вот и я с детства люблю чуть линии все смотрю все телевидение очень сильно развивает реально если смотришь нужны передачи реально очень сильно поэтому цените то что вы имеете у нас дешевые коммуналки коммуналка в россии дешевая у нас маленькая зарплата небольшая но и хватает нам все поверьте мне если не пить не курить на все хватает вот такие дела поэтому подписка лайк и оставляем комментарии задаем вопросы делимся с друзьями и всем желаю удачи играть аккуратно до свидания